Всем доброго времени суток! В конце марта 2020 года челябинский ветеринарный врач Карен Далакян вывез из Дагестана львенка, побывавшего в руках жестоких людей. Симба, такое имя ему дала местная зоозащитница Юлия Агаева, родился в неволе в подпольном питомнике в одном из дагестанских сел. Первым хозяином львенка был фотограф из города Сочи, который продавал отдыхающим возможность сфотографироваться со зверем. Чтобы маленький хищник был покладистым, его накачивали транквилизаторами в лошадиных дозах, а чтобы не сбежал, сломали задние лапы. Транквилизаторы серьезно ослабили печень льва. Заболевший зверь оказался ненужным фотографу. Львенок сменил несколько хозяев и в итоге оказался в Дагестане. Состояние его все ухудшалось. В конце концов, последний владелец обратился за помощью к Далакяну, руководителю челябинского приюта «Спаси меня». Встреча с львом повергла ветеринара в шок. Хозяин привел врача в сарай на окраине города, где на грязном полу, среди обглотнанных костей и экскрементов, лежало больное животное. К этому моменту львенок был частично парализован, с отказавшими задними лапами. Он почти не двигался. У зверя были кровавые раны до костей, от него пахло гнилью. Позже выяснилось, что его кишечник практически не работал. В свои 9 месяцев львенок весил чуть более 30 килограмм, при норме 60-70. Далакян принял решение забрать львенка в Челябинск, но сначала перед вылетом зверю указали первую помощь. Его помыли и смыли с его ран всех паразитов. В Челябинске Симби провели хирургическую операцию, удалив из кишечника 6 крупных каловых камней, общим весом более 2 килограммов, а из желудка куски полиэтилена. Это значит, что в тех редких случаях, когда живодеры кормили дикого котенка, они швыряли ему курицу и мясо, не распаковывая. Затем пошел длительный и сложный период реабилитации. Тщательный уход, лечебные уколы, регулярное правильное питание. Лечение было сложное и без гарантий. Доктор Карен оценил шансы Симбы 50 на 50. Волонтеры сидели с ним день и ночь, потому что львенок был в очень плохом состоянии. Ему постоянно обрабатывали болячки, он мог умереть в любой момент. В середине апреля львенок наконец-таки сделал первые после болезни шаги. Через какое-то время сотрудникам приюта предстояло решить, что делать с Симбой, когда он полностью выздоровеет, так как челябинский климат абсолютно не подходил для проживания Симбы. С приходом холодов у хищника начали болеть сломанные некогда лапы. После долгого поиска, который занял более одного года и решения множества бюрократических проблем, зоозащитнице Юлии Агаевой удалось договориться с реабилитационным центром Килиманджары Animal в Танзании. Там занимаются тем, что спасают и лечат диких животных. Это что-то вроде пансионата для животных, условия в котором максимально приближены к естественным. Теперь Симба каждый день нежится под лучами африканского солнца в заповеднике Танзании у подножия горы Килиманджара. Настоящий царь зверей, с густой гривой и умными глазами. Спасибо за просмотр. Подписывайтесь на канал. Если понравилась история, ставьте лайк, оставляйте свой комментарий. Всем пока!